Добрый день, в эфире программа «Полезный город» у микрофона Светлана Занько. И сегодня мы разговариваем с Андреем Алексеевичем Нечаевым, начальником управления Государственной службы занятости населения Кировской области. Андрей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Программа идёт в записи, но записываем мы её в тот момент, когда вышли публикации во всех абсолютно СМИ наших кировских по отчётам службы занятости о безработице в Кировской области. Честно говоря, некоторые цифры меня шокировали, другие наоборот. Как-то успокоили. То есть вот такое разнонаправленное движение. Я сразу же вижу, вот сейчас публикацию на портале «Бизнес-новости», вижу, что ситуация очень напряжённая в некоторых районах области, в частности в Афанасьевском районе, где 14,5 человек на одну вакансию есть. С другой стороны, в Словацком и Сунском наоборот всё хорошо, там вакансий больше, чем требуется. Давайте мы оценим ситуацию на рынке труда сейчас в Кировской области. В целом, вот в целом, как мы её можем обозначить, а потом по цифрам пройдёмся? Ну, в целом, мы можем оценить ситуацию как относительно стабильную. Мы идём в тренде Российской Федерации. Министр труда оценил также ситуацию в Российской Федерации как относительно стабильную. Что хочу сказать, если сравнивать ситуацию с кризисом 2009-2011 годов, то ситуации более положительные, поскольку если в 2009-2011 году численность безработных у нас достигала 22 тысяч человек, то на сегодняшний день, то есть на 1 июля текущего года численность безработных у нас была 9700 человек. То есть практически чуть более, чем в два раза ниже, чем в кризис прошлого года. Но, я хочу сказать, напрягает немножко другая ситуация, поскольку работодатели предупредили на сегодняшний день о высвобождении практически 9,5 тысяч человек. Однако, на сегодняшний день, опять же на 1 июля, высвобождено всего-навсего 4 тысячи, то есть уволено. То есть работодатели не спешат увольнять своих работников. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть кризис, а с другой стороны, у нас существует определенный дефицит рабочей силы. То есть на сегодняшний день у нас по ряду вакансий есть определенный дефицит. Работодателям нужны работники, в первую очередь, для отраслей реального сектора. Это строительство, это промышленные предприятия. В строительстве нужны каменщики, плотники, монтажники железобетонных конструкций. В промышленности нужны токари, станочники широкого профиля и так далее. И на сегодняшний день у нас еще очень большое количество вакансий, не заполненных в службе занятости, на сегодняшний день существует. Это вакансии швей. То есть потребность есть. И поэтому численность безработных у нас не настолько высока, как в прошлом кризисе. Вы сказали, что некоторые предприятия, в частности крупные предприятия, заявили о предстоящих сокращениях сотрудников. Я смотрю, что Вятскополянский Молот Энерго заявляет о сокращении 206 человек. Какие еще крупные предприятия, которые на слуху, уже тоже в этих списках заявители о сокращении? Ну, на слуху из крупных предприятий я могу обозначить это Кирскабель и Вятское государственное предприятие, Вятские автодороги. Вят Автодор. Вот эти. Понятно. Как Вы думаете, как будет развиваться эта ситуация? Как Вы считаете, по Вашим оценкам, может быть, если можно сейчас так это оценить, действительно эти сокращения произойдут? Или ожидается, что эта цифра увеличится? Или, может быть, наоборот, вполне возможно, что такое количество людей и не будет сокращено? Можем оценить такую ситуацию? По оценке Минтруда России, ситуация на рынке труда Российской Федерации в конце года будет достаточно стабильной. Большого выброса рабочей силы не будет, поскольку, первое, эта экономическая ситуация не настолько она на сегодня критичная, как кризис 9-11 годах. И, во-вторых, служба занятости, опираясь на опыт прошлого кризиса, она предпринимает определенные действия. Мы реализуем на сегодняшний день программу содействия занятости населения, мероприятие которой направлено именно на сглаживание ситуации на рынке труда. То есть, на сегодняшний день в рамках мероприятий программы уже приняло участие 28 тысяч человек. Какие мероприятия? Это, в первую очередь, общественные временные работы, создание рабочих мест, новых рабочих мест в рамках мероприятий самозанятости и создание рабочих мест для инвалидов. И, конечно же, самое главное, это переподготовка и профессиональное обучение кадров, которые на сегодняшний день не востребованы, но в новом своем качестве уже переучены, они будут востребованы в экономике области. Мы постепенно с вами переходим к трудоустройству молодежи. Ну, для начала я хочу небольшую информацию дать. Значит, в течение шести месяцев текущего года к нам обратилось всего на всего 366 выпускников учебных заведений. Это практически на 18-20% меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что выпускники, которые выходят на рынок труда, они востребованы. Как я говорил, у нас определенный кадровый голод, и поэтому они востребованы. Кто же к нам обратился в службу занятости? Первое – это из квалифицированных рабочих, точнее, из полпрофессий рабочих, те выпускники, которые закончили учебные заведения среднего профессионального образования. Это повары, штукатуры, электромонтеры, трактористы-машинисты. И специалисты среднего звена – это правоохранительная деятельность и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Вот это среднее профессиональное образование. Из специалистов с высшим образованием, к сожалению, к нам обратились по специальности юриспруденции. То есть, да, только юриспруденции. На сегодняшний день состоят три человека. Как вы понимаете, от 366 выпускников – это не та тема для разговора. То есть, до конца года мы предполагаем, что всех этих выпускников мы трудоустроим. Это совершенно не критичная тема. Еще я хочу сказать, что у нас большое количество сегодня людей работают сезонным вахтовым методом, они выезжают за пределы Кировской области. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас на учете сегодня состоят большое количество машинистов-котельных и кочегаров, которые по завершению зимнего сезона стали на учет. То есть, это сезон безработицы, получается? Да. То есть, наступает у нас отопительный сезон, у нас уходят кочегары, и в то же время приходят на рынок труда те, которые после летнего сезона. Но летний сезон – это, как вы понимаете, уезжали у нас те наши земляки, соотечественники, жители области, которые имеют профессию и которые готовы работать. С ними будет проще работать. То есть, им мы предоставляем те вакансии, которые имеем. Ну и о том перекосе, который у нас существует в области, между муниципальными образованиями. Здесь, конечно, ситуация кроется не только в деятельности службы занятости и узко в рынке труда. Здесь экономическая подоплека. То есть, у нас экономическое развитие муниципальных образований немножко различное. Неравномерное. Неравномерное, да. И поэтому у нас существуют такие районы, как Луза. Ну, Луза у нас в течение последних трех-пяти лет. Она одна из напряженных территорий. Город Луза вообще является моногородом. Беда в том, что четыре года назад приказал долго жить Лузский лесоперерабатывающий комплекс. Это городообразующее предприятие Лузского района и города Луза. Соответственно, большой выброс был работников. Люди остались без работы. И на сегодняшний день вот таких якорных работодателей, городообразующих, нет в этом Лузском районе. Поэтому жители Лузы и района, они пытаются или выехать за пределы, или ищут работу у себя в районе, или вот, что называется, перебиваются сезонными временными работами. Ну, насколько мне известно, Луза попадает в федеральную программу по развитию многородов. Да, на сегодняшний день мы департамент экономического развития, департамент промышленности работают с Минпромторгом по поиску тех работодателей и по поиску инвестпроектов для данного муниципального образования. Я предлагаю все-таки встретиться еще несколько раз, потому что вот каждый буквально вопрос, по которому сегодня цифры были названы, он требует разъяснения дополнительных, чтобы проследить тенденции. Готов. 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 Готов.